Общая малая родина, одна школа и одна парта на двоих. Так началась история семьи Прокопьевых 15 лет назад. И все эти годы спорт был для них неотъемлемой частью жизни. С дружной семьей встретилась наша съемочная группа. Надежда и Сергей родители двух сыновей и маленькой дочки. Папа спортсмен-любитель, он и сам в школьные годы выступал на школьных и районных соревнованиях. К постоянным занятиям приучил и старших сыновей. Они выбрали самбо. Маленькая Катя пока с удовольствием наблюдает за тренировками братьев на руках у родителей. На все мероприятия Прокопьевы ходят полным составом. Мы сами на день снега, каждый зиму выходили. Первый раз, первое место заняли семейной командой. Потом третье место взяли на лыжах бегать. В матрушках кататься, метание снега, клюшкой играть, правильно проходить полосу препятствий. Артем и Костя занимаются в школе самбо не так давно. И мама пока очень переживает за ребят. У Надежды каждый раз замирает сердце, когда сыновья пропускают удары. Но она видит и плюсы в спортивном детстве. Мальчики, например, меньше болеют, когда систематически тренируются, говорит мама. Мы детей с первого класса отправили в спортивную школу. С первого класса ходили в каратэ. Очень нравилось им. Есть большие достижения. Но со временем пришлось уйти нам оттуда из-за нехватки средств. Артем неоднократно становился призером российских соревнований. Ребята сами по себе очень старательные. Занятия они никогда не пропускают. У них есть желание. Желание они проявляют это во время занятий, во время тренировок. На соревнованиях ребят тоже постоянно на всех. Вот Артем, он у нас и на первенстве города, и на первенстве республики уже боролся. И при том неплохо. И были и поражения, и победы у него. Не зря говорят, дети не слушают наставлений. Они подражают родителям. И если взрослые придерживаются здорового образа жизни, то и дети выберут этот путь. Татьяна Трофимова, Алина Сусметова, Бахтияр Велеев, Республика.